Тельвиско стало еще ближе. Сегодня в полдень подрядчик вел в строй долгожданный зимний участок дороги в этот населенный пункт. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. Решение о строительстве зимника на Рианмар Тельвиско принято в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Движение автомобилей по Печоре, впрочем, как и по другим рекам России, в зимний период теперь запрещено. Исключение лишь для снегоходов и спецтехники. Минувшей зимой жители села по этой причине не раз имели проблемы с законом. Сейчас ситуацию исправили за счет средств окружного бюджета. Дорога, конечно, долгожданная у нас. Многие ожидали этой дороги. Мы ее ждали всегда, сколько я себя помню. Инциденты у нас пока не было дороги были, конечно. Когда мы двигались по реке, потому что другого выхода у нас нет. В такой ситуации находятся все жители, и не только жители Телесочного сельского совета, но и гости. Ну а с введением в эксплуатацию зимника, я думаю, эта ситуация исправится. И ждали мы ее с нетерпением, повторюсь. Если бы еще нам сделали эту дорогу и на следующие, и в последующие годы, я думаю, мы будем только благодарны. Подрядчик, окружной предприниматель, не подвел. Зимник построен по всем дорожным канонам. С заливкой трассы и ее вешкованием. Дорога обошлась округу почти в 3 миллиона рублей. Но она того стоила. Строительство зимника началось сначала с 29 января, с подписания контракта, и вот по сегодняшний день. С 29 января мы приступили к заливке ледовой переправы. На тот момент, когда мы приступали к ледовой переправе, было 15 сантиметров всего льда. То есть приходилось искусственно намораживать помпами ледовую переправу. Данный зимник состоит из 5,5 километров. И на ней находится, также на зимнике находится ледовая переправа через реку Казенная Виска. Протяженностью 120 метров и грузоподъемностью до 20 тонн. Данная дорога соответствует всем требованиям третьей категории зимников и соответствует всем ГОСТам. Протяженность дороги с учетом переправы через протоку Казенная Виска составит почти 6 километров. Ширина полотна по условиям контракта 9 метров. По замыслу строителей зимняя дорога сможет выручать телевещан и жителей столицы округа вплоть до конца апреля. Культурная столица Нао, село Телевска, обрело наконец долгожданный, а главное легальный путь в Нарьянмар. Пятикилометровый участок дороги позволит, не нарушая закона, добираться до окружной столицы каждому жителю села Телевска. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok